Друзья мои хорошие, я всех приветствую вас в своем канале, меня зовут Дмитрий, канал Добро и День, сегодня небольшое такое видео для Евротрак Симулятор 2 по поводу физики грузовиков. Физика следующая, ребята, это физика очень старая, давно еще с версии, я не знаю, там с 1.27, наверное, 1.26, что-то с таких аж времен. Это физика под названием Realistic Physics Mod от автора реалистичной графики, Realistic Graphic Mod. Она обновлена под 1.43, версию игры работает на всех дефолтных грузовиках, а также на скудниках, там маленький скудненький список, на чем она работает. Там скание RGL, дав, по-моему, от 50 кеда и что-то там, ман от мастера, ну и все, что-то очень скудненько. Но все равно я хочу показать вам и как бы самому посмотреть, ну, лучше она или не лучше, как вот у Тайгера, допустим. Да, сами знаете, топовая физика была у Казака, у автора Алекса, Алекс Казак. И, к сожалению, он это прекратил в своей разработке этого мода, хотя это, по-моему, самая топовая физика была, которую я только видел вообще в ЕТСе. Все остальное уже от Лукауа. Вот, а потом он бросил, потом сейчас пошел Тайгер, который, в принципе, сделал все то же самое. Даже, мне кажется, это его и есть Казака физика, которая немножечко более оптимизирована от Тайгера. Вот, ну и понеслась все в одном и то же, короче говоря, и сегодня вот физика от реалистик, график мод от автора реалистик график мод. Смотрите, физику ставите просто, да, естественно, в модификаторе, где у вас грузовики, выше ставите физику эту, заходите в настройки и, как автор заверяет, нужно сделать вот такие манипуляции, чтобы было все четко. Сделал, хорошо. Интенсив с торможением я поставил специально середину, чтобы она побыстрее тормозила, чтобы посмотреть раскачку и так далее, да. Как автор заверяет, устойчивость грузовика и прицепа на максимум, жесткость подвески где-то 0, грубо говоря, считаем, это 1, 0,85 где-то, да, там, получается, где-то вот. Ну, короче говоря, вот в таком положении будет жесткость подвески и амортизация кабины на максимум. Заверяет так автор. Не знаю, не знаю, но вот как-то так. Проверять буду я на дефолте на Renault, на Renault Evolution. Вот, и давайте посмотрим вообще, что если это представляет эта физика. Вот не знаю, конечно. Как-то у меня сомнения такие. Ну, давайте запускаю. Загрузился, вот у нас Renault заведенная. Что мы имеем по поводу физики? Ну, давайте начнем с того, проверим мы с вами крен. Что из себя представляет вообще крен? Тебя заодно потише сделаю чуть... У меня чуть ушки мои не... Тихо! Чуть ушки не взорвались. Так. Надо какую-нибудь большую нам площадку. Так, вон площадка есть. Ну и заодно посмотрим, как это все. Есть приятное маленькое покачивание, кстати. Не как у Тайгера и не как у других каких-то вариантов, да. То есть, ну... Есть, как бы, такой момент. Ну-ка, еще раз. Да, покачка минимальна. Ну-ка. Сейчас попробую я закружиться, завертеться. Крен. По крену, не знаю, мне у Тайгера, конечно, получше нравится крен. Более такой, как-то, знаете, завалистый, что ли. Здесь он такой, ну, прям стандартный, если честно. Вот, как бы, я прям сильного такого завала здесь вообще не вижу. Ну, вот как-то так. Так, теперь, если мы... Покачка вообще минимальна. Не знаю, чем эта физика вообще отличается от дефолта, если честно. Хотя автор заверяет, что в дождливую погоду, в зимнюю, по-моему, погоду, в какую-то ветреную погоду, физика будет немножко другая. Сейчас проверим, конечно, еще и на дожде. Вот. Но, по мне, как дефолт и дефолт. Усилена раскачка кабины. Да, она дефолтная. Я просто не знаю. Ну-ка, G-Set. Подожди, дождь. G-Set. G-Set. Как пишется везер? Во, везер. Один. Ну-ка. И что станет будет лучше? Что будет лучше? По управляемостью. Я специально на клавиатуре, потому что много кто играет на клавиатуре. Смысла от руля, как бы, нету здесь ставить. А, немножко сносить. Да, сносить начинает. То есть, такое, знаете, как будто, как корова на льду. Ну, не знаю. Не знаю. Как-то это неправдоподобно вообще ни разу, если честно, выглядит. Как бы машина стала, как какая-то такая, знаете, думать слишком долго по поводу поворачивать ей или нет. Но такого тоже не может быть. Я хрен узнать, ребят. Если честно, вот, многие писали, Дим, сделай обзор, сделай обзор. Ну, делаю обзор, чё. Ничего сверхъестественного вообще нету. Абсолютно. Ну-ка, по поребрикам. Давайте попрыгаем по каким-нибудь местам. Чтобы хоть как-то понять, что из себя представляет это. Так, ну вот, допустим, какой-то бордюрчик. Он ещё маленький, конечно. Есть покачка. Но эта покачка, блин, ну прям дефолтная. Но я не знаю, как бы, чё там автор поменял в этой физике. Ну, когда сильно прям заскакиваем, то да, как бы, прям прыжок такой. Оп, 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 аж кабин отрывается от бампера. Но с другой стороны, как бы, я хрен узнать, ребят. Ну, чё-то она ни о чём какая-то, если честно. Вы, конечно, пишите в комментариях, что вы думаете по этой физике. Кто её использует. Старая физика. Ну, ничего так такового здесь от дефолта. Ну, как бы, да. Вот видите, она покачивается. Но я не скажу, что прям какое-то я прям удовольствие от неё получаю. Как бы от Тайгера будет всё-таки, мне кажется, помоднее. Помоднее, это точно. Такие вот дела. С вами был Дима. Канал Добро. Итуемся вновь в стримах. Не забываем ставить лайки и подписываться. На канал вступайте в скот-сервер и участвуйте в розыгрыше, который будет проходить 5-4 февраля. Давайте.